Всем большой приветик! Вы на канале Creative Heaven. Ну что ж, пришло время подводить итоги. У нас на сегодняшний день уже 30 октября, когда я снимаю. И будем смотреть, что же я раскрасила в октябре. Не слишком много, но в целом, в принципе, с учетом того, что у меня сбитый режим, капризный ребенок, проблемы у нас с животом конкретные, хотя, в общем-то, вдаваться в подробности, наверное, не стоит. Вот, и за этот счет все равно я успела сделать 18, по-моему, работ. И это достаточно немало. При этом у меня есть незаконченные работы, но я не хочу их растягивать к ноябрю. Я их оставлю на ноябре, докрашу, даже, возможно, сегодня и завтра смогу докрасить. Но уже хочу отснять видео, остальные работы, что в ноябре тогда уже увидите. Вот, поехали. Цветовой квест «Животные». Наконец-то я хоть одну иллюстрацию здесь сделала из оставшихся шести. Сделала я этого, так, броненосец, да, по-моему, что-то это. В смысле, ну, в общем, короче, раскрасила его. Раскрашивала обычными своими фломастерами «Экшн», «Анимал Планет», либо «Дискавер» еще называются они. Вот. Ну, ничего особенного. Один-единственный цвет пришлось подобрать. Вот этот коричневый взять, ну, как они называются, от Faber-Castell, праше. Вот. Осталось мне, у меня здесь есть, насколько вы помните, так, надо будет здесь тоже отметить, что я раскрасила его, и у меня получается вот до сюда все остальные работы сделаны. Осталось вот это, вот это, вот это, вот это и вот это. Пять работ. В целом немало. Ой, немного. Вот. Но я какую-то начинала, по-моему, вот эту я начала. Но, если честно, жалею, что я ее начала, потому что... А, нет, вот его я начала. Жалею, что я его начала. Я начала, видите, фикс-пайсовским синим оттенком. Зря я это сделала. Ладно, у нас дело сейчас не об этом, да, разговор. А я что-то заговорилась. Так, следующая раскраска «Colartronic» в том же самом проекте находится. Я буду смотреть по списку, по нумерации страниц, потому что я уже не помню, оказывается, некоторые иллюстрации, которые я сделала, которые самые первые я делала. Конечно же, я их не помню. Начинается у меня с 14-й страницы. А у меня странички здесь не прописаны. Поэтому нам придется немножечко посчитать. Так, 4, 8, 12, 13, 14. Ага, значит, вот с этой иллюстрации, да, начинается. Ну да, он был у меня последний раскрашен. Поехали. Где там он у нас? Вот он. Вот это была работа сделана. Спиртовыми маркерами все полностью сделано. Здесь Баоки, Мазари. И потом я еще добавила от Брауберг, да, по-моему, фирма называется. Вот, раскрашивала здесь имя. Мне очень понравилось, как я, в принципе, подобрала палитру, за исключением, наверное, вот этого оттенка. Потому что здесь как-то слишком резкий переход. Светлые, тут сразу темные. Но в целом тоже неплохо. Мелочко, наверное, это самая интересная работа из работ в колортронике. Дальше у нас идет 17-я страница. Это Мона Лиза. Ее я раскрасила. Вот. Тоже так же спиртовые маркеры. Здесь я прям уже, здесь немножечко другой оттенок такой какой-то, он больше в оранжевый немного уже уходит. Я подобрала прям телесный оттенок. Вот такая получилась Мона Лиза. Следующий у меня Павлин. Я думаю, что я его на конец оставлю, значит, что я не буду делать его. Но нет, засела и, в принципе, тоже достаточно быстро раскрасила. Могла бы в этом месяце еще пораскрашивать, но не стала себе перенапрягать. Потому что, знаете, да, что я могу взять и просто бросить дело на полпути. Такая вот я непостоянная. Дальше 21-я страница. Наверное, это вот он. Да, его я точно в этом месяце раскрашивала. Это прям 100%. Дальше у нас идет Черепашка. Здесь у меня просто закончился какой-то из маркеров спиртовых. Это очень такие оттенки. Хотя он очень сильно пропитан был. Ну, в общем, как смогла, дотянула его. А потом оказывается, что в нашем магазине такой цвет есть только кистью. Ну, ладно, уж как получилось, так получилось. Ничего страшного в этом нет. Дальше у нас идет. Дальше у нас еще есть 28-я страница. Или все. Сейчас, подождите. Что-то я это... А, наверное, вот это вот он, 28-й. Если... Да. Вот эта иллюстрация. Здесь тоже закончились маркеры. И, как вы видите, какой кошмар получился. Здесь уже пришлось другой оттенок взять. Ну, как есть. Ладно. В принципе, если захочу, когда буду уже докрашивать остальные 5, по-моему, иллюстрации осталось, я могу, в общем-то, повторно уже кистью пройти и выровнять фон, допустим, каким-то оттенком. Даже можно, в общем-то, и темнее сделать. Я думаю, что ничего страшного не будет. В общем, некоторые оттенки здесь позаканчивались. У меня даже эта раскраска пахнет духами. Потому что пришлось немножечко бахнуть туда духов. Ну, спирт я не хотела искать. В общем, сделала все так. Дальше. Следующий у нас. Хэппинес. Мы вообще раскрашиваем здесь всегда Саней. Но она пока немножечко еще отдыхает от нее. От этой раскраски много дел у человека. Поэтому я раскрасила иллюстрацию. Так, а что, я одну только, да? А, нет, не одну. Это, по-моему, была в прошлом месяце, если не ошибаюсь. Ну, в общем-то, я уже раскрашивала не по порядку. Вот. Ну, как бы, в смысле, я подожду, когда захочет уже по порядку продолжить Аня раскрашивать. Вот. А так я раскрашиваю сейчас здесь иллюстрации, которые... Да, любые другие. Где-нибудь там в серединке, еще что-то. Сейчас я найду. Без закладочек, конечно. Ну, мне спешить, если честно, некуда. Вот. Я думаю, что можно и полистать немножечко, да? Заодно и так посмотреть, что уже все-таки здесь уже есть раскрашенного. Вроде так, достаточно много раскрашивала, но все-таки не так много работ. Так. Ну, мы вроде близко. Где-то тут должна быть такая иллюстрация, которую я раскрасила. Вот это вот. Это одна из первых в начале месяца я еще раскрашивала иллюстрацию. По-моему, все. Да. Больше в этом месте я тут не сделала ничего. Вроде бы, да. Вот, наверное, летняя вот эта и та иллюстрация, которую я показала. Дальше. Forest Dumont. Сложная раскраска, хотя она мне безумно нравится. Я бы, блин, вообще, конечно, если бы было по подбору цвета. Меня не пугает мелочевка, если честно. Меня пугает подбор цвета. Он на некоторых просто очень ужасный. Иногда путаешься в оттенках. Здесь вот было перепутано. Здесь я сделала, если не ошибаюсь, только одну работу. К сожалению, да. Осиливаю я здесь только по одной работе. И сейчас я покажу какая-то из осенних. Вот эта вот работа. А здесь тоже загвоздка была с черными оттенками. Ну, они здесь очень похожи. Я даже могу приблизить. Ну, просто я, короче, начала с первого. Думала, что первый темнее, чем второй и третий. Как оказалось, третий темнее первого и второго. Немножечко перепутаны здесь оттенки, получается. И вообще не факт, что тут должен был быть черный. Но как есть, в общем-то. Потому что спиртовых, может, еще можно разнообразие большое коричневых найти. Но вот в обычных фломастерах пока не нашла. Ну, плюсом, я думаю, что вот как мне приедут мои фломастеры оттенки телесные, которые... Там, я думаю, будут коричневые оттенки. И, может быть, здесь будет как-то получше это все подбираться. Дальше. Вот прям буквально вчера или позавчера я раскрасила вот тут мандалы. Достала эту раскраску. Забыла я про нее. Я же ее планировала как-то закончить. У меня здесь выполнено было пять мандал. И вот эту мандалу я раскрасила в этом месяце. Прям вот буквально недавно. Я разбирала всю канцелярию у себя. Да, вообще просто порядки по всей квартире навожу во всех разных шкафах. И я нашла в коробке. У меня лежали фломастеры или маркеры с фикс-прайса металлические. Ну, прям с цветным колпачком нигде. Просто полосочка нарисована цветная. Именно с цветным колпачком. Вот. И раскрасила просто разными оттенками. Тут как бы нет никакого этого. Серединки все закрашивать не стала. А оставила вот пустое пространство немножечко. Ну, такая получилась мандала. Так, у меня здесь вот есть мандалы еще. Тут вот тоже карандашами и фломастерами и так далее. Следующая раскраска. Игра престолов. Она также находится у меня в проекте. Закончить раскраски, но только за год. Вот. Хоть, если честно, можно даже раньше. Я, знаете, мне очень нравятся спирали. Ну, я вижу, да, что многие девочки раскрашивают. Но почему-то большинство, вот голова у всех начинает болеть. То они устают, глаза и так далее, да. Вот у меня такого нету. Я не знаю, с чем это связано. Но мне, правда, нет такого. Ну, и в этой раскраске есть неудачная сейчас такая иллюстрация. Я думаю, что многие уже знают, но я смею, осмелюсь здесь у себя в ролике тоже сделать подсказку. Не начинайте с середины. Никогда не начинайте с середины. Потому что, сейчас объясню, лучше начинать вот с этого конца. Я начинаю обычно так. В принципе, все мои работы были достаточно хороши. Вот. Все три были нормальные. С исключением четвертый. Хотя такой вариант тоже возможен. Можно и так пробовать раскрашивать. Почему бы нет? Интересно получается. Но проблема в том, что мы не знаем, откуда здесь начинается серединка. Вот если посмотреть внимательно. Тут есть вот отсюда начало середины. А есть вот другое начало середины. И, ну, тяжело будет понять, какое же все-таки из них то самое, которое нужно. Потому что здесь вот видите... Так, хотя нет, тут тоже так же начинается. Давайте посмотрим еще для себя, чтобы сравнить. А, ну, в принципе, тут все понятно. Загогулинка. А, нет. Вот, смотрите. Здесь начинается вот с этой стороны, да, заворот. Здесь тоже. А здесь заворот с другой стороны должен был быть. Вот. Есть разница в этих иллюстрациях. Вот. Поэтому, да. Такая фигня. Так что будьте внимательны. Сделала я... А, я две работы тут сделала. Я даже забыла. И вот такая вот еще была работа сделана. Сколько у меня получается? Четыре работы, да? Раз, два. А, три, четыре, пять. Пять работ. Здесь еще не пронумеровано, поэтому вот. Новых уже стали в раскрасках нумеровать. Сверх естественное не успела. Даже не стала затрагивать. Вот. Ну и перейдем к обычным раскраскам. Первая неудачная моя работа в Марии Тролли. Просто пипец какой-то. В Сумеречном саду я тогда запортачила. В час заката я запортачила иллюстрацию. Я не знаю, что со мной не так. Так. Ну-ка, давайте посмотрим, наверное. Да, вот. Я уже дистросилками показывала. Начинала здесь фон делать. Так, приклеилась, да? Это у меня калька. Так. И в итоге я, ну, решила, думаю, закрашу тогда акрилом. С акрилом тоже там началась беда у меня происходить. И в итоге получилось так. Ну, под разным ракурсом по-разному смотрится. Где-то симпатично, где-то немного ужасно кажется. Ну, как есть все. Я даже, даже думать не хочу про эту иллюстрацию. В принципе, ничуть неплохо, так симпатично планировалось вообще в пастельных оттенках все сделать. Но что-то пошло не так. Вот. И здесь я раскрашивала, ну, понятно, акрил, что золото, что тот обычный акрил. А карандаши у меня здесь применены брутфонеры пастельные. И грибочки раскрашены брутфонерами квадратными. Вот. Поэтому, в целом, можно было бы довести, наверное, чуть получше до ума. Но, говорю же, бывает, нет прям такой возможности конкретно сидеть постоянно, ну, постоянно за иллюстрациями и их выводить там где-то что-то. Иногда нужно прям быстренько и побежал. Бил дела. Дальше. Наконец-то за последние полтора или два года я дотронулась до этой раскраски. Вич Спирит. Как оказалось, здесь себя ведет хорошо акварель. А дерево, которое я в прошлый раз искала, так и не нашла, оно находится на последних страничках. Находилось, по крайней мере, вот оно. Как раз на обратной стороне, где я раскрашивала. И вот, смотрите, здесь ничего не протекло. Я его не стала раскрашивать. Я раскрасила ведьму. Ну, так скажем, к Хэллоуину. Здесь я применила Ван Гог. Так, сумеречный, да? Ну, вы поняли, в общем, с грануляцией. Интерферентную Ван Гог акварель. Потом призмой раскрасила лицо, глаза. В общем, все остальное призмой. И на губах у меня металлический там какой-то маркер. Вот. Обычные иллюстрации. Ничего здесь не стало заморачиваться. Воды было много. Здесь некоторые места по два слоя пройдены водой. Ну, акварелью. И, как вы понимаете, ничего здесь не протекло. Отлично вообще. Я, блин, ничего я раньше не красила здесь. И, правда, акварелью вот можно тут как раз, знаете, так, экспериментировать, учиться, не бояться, да, и не париться, что испортишь, не испортишь. Как сделаешь, так и сделаешь. Короче, вот такая получилась у меня еще здесь иллюстрация. Дальше, дальше, дальше. Ну, давайте. Не знаю. Не знаю уже, с чего показывать. Последние уже остались раскраски. Дивная луна. Здесь я доделывала иллюстрацию. Еще полгода назад уже, наверное, начинала. Начинала я Пабло карандашами. Также здесь карандаши. Ой, эти трехцветные. Кохинор, которые, да, по-моему. Вот. Ну, не стала я закрашивать здесь листочки, как положено. А я взяла золотом и серебром раскрасила. Это маркеры такие хорошие. Очень как настоящее золото и серебро смотрится. Если сейчас я дотянусь, найду их? Нет, не то нашла. Наверное, не найду я сейчас их. Ну, классные, короче. Ладно, есть маркеры. Да, когда не смотришь, не найдешь. Ну, в общем, так получилось. Здесь я даже попробовала волосы с бликами ей сделать. Вполне себе удалось. Ну, можно было, конечно, на воде еще что-то сделать. Там белой ручкой пройтись. Ну, я не стала уже, как бы. Вот. Я уже доделала, как смогла. Тут тоже я хотела... Я забыла. Я хотела гелевой ручкой пройтись и растереть пальцем. Чтобы... Ну, такой... Короче, чтобы они были растертые. Но меня отвлекли, я ушла, и оно все засохло. Естественно, этого не получилось. Ну, и ладно. Ну, тут маркеры вот эти, конечно, видите, дают свет. Но тут круглая иллюстрация. Не страшно. А потом можно будет вполне себе закрасить эти маркеры. Их будет не видно. И никаких проблем не будет дальше. Также доделка, как и говорила. В общем, в этой раскраске. Здесь у меня летом я начинала холлбейнами раскрашивать иллюстрацию. Вот такую. Фон долго думала, какой подобрать. Хотела ярко-красный. Смешала несколько оттенков. Но все равно он получился розоватый. Ну, я оставила так. Ну, короче, и знаете, плохо акварель себя здесь ведет, когда на второй страничке уже есть акварель. То есть, если с одной стороны раскрашивал акварелью, то здесь уже эффекты не такие получаются акварелью. Она как-то вот просто закрашивается и все. В общем, так. Так же еще здесь применила, где-то холлбейны у меня были применены, а на листве везде это уже полихромосы. Вот. Такая здесь получилась иллюстрация. И последняя раскраска, последняя работа. Я начала в этом месяце новую раскраску от Алены Лазаревой. Вот. Magic Autumn. Это line. Хотя, в общем, Алена почему-то выпускает раскраски, которые... То, что нравится мне очень сильно, они выходят в line. То, что мне не сильно нравится, выходит в grey scale. А я люблю grey scale. Я очень хотела пораскрашивать на хорошей бумаге именно grey scale раскраски. Но, к сожалению, у меня только пираты есть. Но там тоже не всегда хочется красить. Ну и ладно, да. В целом, как бы... Вот. С ней, в общем-то, с раскрасками Алены Лазаревой мне как-то, наверное, дружить лучше получилось. Чем, допустим, с Мариолой Будек. Чем с... Как ее там называют еще? Кто еще есть? Забыла я автора. Чем с Колдыревой. Хотя в Колдыреве, в принципе, я много тоже раскрашивала. Ну ладно. В общем, раскрасила я такую вот девушку с тыквами. Ну, на корону, на вот эту вот атрибутику, я думаю, даже можно не смотреть. Слишком толсто, как-то неаккуратно это получилось. Все. Я хотела полностью акварель сделать... Ой, иллюстрацию сделать акварелью. В целом, так и сделал. За исключением мышки. Летучей мышь и парочку листков... Нет, не парочку. И вся листва раскрашена акварельными карандашами. Вот. С размытием это дюреры. Мне нравятся акварельные карандаши, дюреры. Вот. Ну, тут, естественно, ничего не протекает. Хорошая раскраска. В общем, на Хэллоуин можно было побольше пораскрашивать. Но получила я ее в начале только октября. Нет, уже даже ближе к середине октября. Поэтому я бы не успела просто-напросто. В общем, такая получилась иллюстрация. Практически все выполнено акварелью, либо акварельные карандаши. Я довольна в целом. На фоне у меня Дэниел Смит акварель. Она дает эффекты вообще шикарные. Надо будет еще на этой бумаге попробовать Белые ночи. А то тут мне одна девочка уже написала в комментариях как-то, типа, Ван Гог говно. Отстой, короче, что-то такое. Вот. Дэниел Смит не знаю. Но, типа, тоже, видимо, думает, что не понравится ей. Белые ночи, типа, супер. Самая лучшая акварель в мире. Я офигела. Честно, офигела. И мне нравятся Белые ночи. Я не против этих красок. Но сравнить их с Дэниелом и Ван Гогом, разве что только... Да я не знаю, нету смысла просто сравнивать такие вещи, вот. Ну что ж, на этом все. Такие вот у меня получились итоги. Надеюсь, в ноябре будет лучше. Посмотрим. Постараюсь, конечно. Ну, все зависит сейчас не от меня. Сейчас опять документы мега дня будет. Поэтому я не знаю, как что получится. Но сейчас же сразу начну уже записывать планы. Снимать тоже планы начну сегодня или завтра. Вот. Ладненько, все. Всем спасибо большое за внимание. Если вам что-то понравилось, то пишите об этом в комментариях. Если не понравилось, в принципе, тоже можете об этом написать в комментариях. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Скоро будет много чего интересного. Ну и всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok